В России есть достаточный арсенал сил и средств и способов обеспечения своей безопасности и национальных интересов. И разрушение, да все, если таковое произойдет, оно произойдет не по вине России и не будет невосполнимой потери для нашего государства. А вот для государств Европы это будет масштабная чувствительная потеря. Россия готова сыграть свою роль, но не в ущерб своей безопасности. Сейчас мы их поставим на съемку артиллерийской стрельбы. Мы готовы к продолжению переговоров, но мы их определили для себя и сказали совершенно честно. Нашим партнерам, каковы необходимые условия для того, чтобы мы могли вернуться в выполнение договора вместе с модернизированным договором. Вот на сегодняшний день консультации идут, но сказать, что у нас есть понимание, что все поставленные нарушения вопросы удовлетворительно решаются, пока мы их не скажем. Дальние традиции, традиции дружбы, сотрудничества. Нас всегда встречают, являются подтверждением тех добрых отношений. Мы прежде всего, как сторона, участвующая в процессах урегулирования конфликтов, заинтересованы в том, чтобы не сбылись расчеты, а такие расчеты, мы знаем, некоторые деятели в Тбилиси выстраивают на силовое решение этих проблем. Я убежден, что никто в мировом сообществе не заинтересован в таком развитии событий, потому что это будет иметь катастрофические последствия для Грузии. Мы лишь приостанавливаем свое участие в том договоре, который давно безнадежно устарел. И ожидаем, когда все остальные участники, да, все артифицируют его адаптированную версию, и он сможет уже нормально, с учетом новых реалий, осуществляться и модернизироваться. Продолжение следует...